Добрый день! В эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. На этой неделе в Твери состоится уникальное, грандиознейшее событие. Международный турнир по кикбоксингу и смешным единоборствам K1 Maximum. Это невероятное событие, которое давно не было в нашем городе. Тем более, что мы привыкли, что такие соревнования бывают в каких-то локальных фоках, может быть в цирке. Но все-таки цирка, согласись, не самое приспособленное место для спортивного форума. Тут все будет на самой нашей главной спортивной площадке региона, дворце спорта юбилейный. И о том, что это будет за мероприятие, кто будет участвовать, какие награды будут разыграны, будет ли это мероприятие носить, как мы привыкли, региональный, всероссийский, а может даже международный статус. Об этом мы сегодня поговорим с гостями программы, хочу их представить. Это Павел Серяков, директор промоутерской компании Challenger Promotion. Добрый день. Это Олег Корнилов, президент Федерации кейкбоксинга Тверской области. Добрый день. Здравствуйте. И один из участников тех парней, которые будут рубиться, не жалея себя на этих соревнованиях, это Александр Малафеев. Он не просто рядовой участник соревнований, он претендент на титул чемпиона мира по версии WKF. Добрый день. Добрый день. Ну что ж, знаете, обычно у меня господа, гости, а вам хочется парня сказать. Добрый день. Добрый день. Ну что это будет за турнир, расскажите нашим телезрителям. О самом, о структуре турнира чуть позже расскажет Олег. О том, для чего это проводится, наверное, ни для кого не секрет. Мы хотим также продолжать развивать этот спорт и это направление спорта. Вы знаете, что сейчас это направление достаточно популярно. Есть такое молодежное слово, как хайп. Но при этом приходится конкурировать с миксами очень серьезно. Сейчас заметьте, если когда-то кикбоксинг вообще рулил, что называется, он был вот среди таких, я называю, бойцовских наборств, где именно все-таки не борется, как дзюдо, айкидо, он был в топе. Сейчас все как-то мы все привыкли, вот эти бои в клетке. И тут мы, неужели мы увидим тот самый кикбоксинг, которым когда-то наша страна заболела в конце 80-х. Я считаю, что на этом мероприятии однозначно вы увидите тот кикбоксинг, который вы видели в 80-х годах. Но время не щадит и спорт в том числе. Поэтому K1 это раздел кикбоксинга К1, то есть жесткий раздел. А в этом мы говорим, куда можно бить? Да, где боксируют руками, ногами и коленями. То есть все, что можно сделать в стойке, это делают в нашем виде спорта и конкретно в разделе К1. А куда бить? Бедрово щелкнуть можно? Да, ноги, руки, ноги, точнее голова, туловище, ноги. И голова. Да, имеется в виду, что бить в эти места можно. То есть от начала до конца можно бить всем, кроме локтей. И нету борьбы. Ну как все такие боксинги было, никаких закладов. Поэтому увидим мы однозначно жесткое, достаточно жесткое зрелище. То есть лучшие представители нашего региона по кикбоксингу, наши спортсмены, спортсмены профессионального бойцовского клуба «Челленджер» будут боксировать в формате четверки. Что это значит? Это значит, когда четыре человека оспаривают пояс турнира в одном мероприятии. То есть, соответственно, два спортсмена в один день. Не все со всеми в каждой четвертой. Боксируют в одной паре определяется победитель, во второй паре определяется победитель. Победители двух пар боксируют в финале. Полуфинал-финал, попросту говоря. Да, да. И разыграют пояс нашего промоушена, нашего турнира, пояс чемпиона турнира «Кейван Максимум». Также вот ты сказал, что засилие у нас смешанного единоборства, там клетка, не клетка. Даже ущерб традиционного вида спорта, как там боскейбол и катлетика. И в данном мероприятии мы тоже делаем бои смешанного единоборства. Не из-за того, что мы там каким-то образом разделяем кикбоксинг и смешанное единоборство. А для того, чтобы охватить тот объем зрителей, которые к нам придут, как можно больше, чтобы пришло людей. Поклонников не только кикбокса, но и поклонников смешанного единоборства. Скажем, ММА. Именно ММА, да. Для того, чтобы сделать вот такой формат праздника, профессионального праздника, профессиональный бойцовский турнир. Потому что, к сожалению, в нашем городе мы не избалованы, скажем так, данными мероприятиями. У нас много проводится турниров, чемпионатов и первенств области по любителям. Но практически не проводятся мероприятия по профессиональному спорту. Тем более бойцовскому спорту. Поэтому мы делаем это грандиозное событие. Для того, чтобы во всей красе показать эти два вида спорта. Естественно, акцент мы ставим на нашем виде спорта, который мы развиваем. Данный вид спорта на территории нашей области. То есть, титульный бой будет за звание чемпиона мира среди профессионалов. Разыграет наш тверской спортсмен Александр Малафеев. И, естественно, как бы это будет такое подведение итога десятилетней... Десятилетней... Работы. Работы, да. Слаженной работы федерации. И уникальность данного мероприятия состоит в том, что все для этого есть. И спортсмены, и какая-никакая площадка, но самая большая в нашем регионе. И разрешение федерации, я добавлю Олега, на проведение именно этого боя за титул чемпиона мира. Именно здесь, на нашей площадке, в Твери, по сути, в городе, который... В этом титуле мы еще подробнее поговорим пока. А вот сказали смешанные. Давайте тоже телезрителям расскажем, по каким правилам там ведется бой. Смешанные по... Может, Саша расскажет? Смешанные единоборств. Честно говоря, я не особо знаю правила смешанных единоборств. Могу рассказать конкретно про правила раздела К1. Про К1 тоже чуть попозже. Тогда сначала про смешанные и вернемся к К1. Итак, смешанные. Возьмем на себя такую роль эксперта. То есть, не совсем может быть корректную, потому что все-таки наш вид спорта это кикбокс. Но скажу так. В понимании обывателя смешанное единоборство это удары руками, ногами, коленями. Борьба в партере не ограничена. Не ограничена голова, туловище. Да, то есть, соответственно, есть детали, правил, основанные на определенных версиях смешанного единоборства. Где-то... Тверские зрители. Тверские зрители увидят, грубо говоря, версию, которая на территории России работает. То есть, по правилам, да, федерации смешанного единоборства. Захват и залома удушающего. Можно все, кроме, по-моему, ударов локтями в голову. Да, в партере. В партере. Да, именно в партере нельзя ударить, ну, нельзя бить локтями. Все остальное можно, да. То есть, это симбиоз, скажем так, всех видов единоборств, да. То есть, и он выражается именно на правилах смешанного. И там, наверное, борьба тоже есть, да? Конечно. Борьба в партере, броски, удары коленями, удары ногами, удары руками. То есть, удары локтями в стойке, по-моему, можно, но нельзя бить, ну, добивать, условно говоря. То есть, ограничено там определенными правилами. Определенные правила, да, в каждом турнире. И нельзя, все это вообще в Древней Греции называлось панкратион. Только в Древней Греции там еще и пальцы можно было ломать, если соперник не сдается. И прочие виды членоверисов там, кстати, очень даже допускались. Но все зависит от трофеи. Это на Олимпийской группе, что в Греции. Скажем, в этой ситуации таким образом, как я всегда говорю, да, мы много, ну, обыватели, много, возрастной в том числе обыватель, много помнит, как это было раньше. Я хочу подчеркнуть за оба вида спорта, насколько я это уместно сделать за смешанное единоборство. Ну, а за кикбокс, я могу сказать точно, ну, наверное, за смешанное единоборство меня ребята поймут, да. Я могу сказать так, это два вида спорта, которые достаточно недавно, да, то есть там стали конкретно сформированы под, ну, системными, то есть это система подготовки. Да, кикбокс, который, как мы говорили, появился еще в конце 80-х. Раньше просто была ситуация, да, кикбокс это вообще фулл контакт карате в Европе, да, из которого добавлены элементы бокса, да. До 2000-х годов это было противостояние каратистов, боксеров там и так далее. То есть после 2000-х годов четко пошло формирование системы. Если сейчас, если раньше достаточно было взять бойца-боксера, бойца-каратиста, кто на духе или на физической подготовке переиграл друг друга, тот и красавчик, да, тот и победитель. Чья техника лучше. То есть сейчас это система подготовки. Система подготовки не только как кикбокса в общем, а конкретно даже каждому разделу. То есть кикбоксинг несколько разделов существует. Есть к1, есть фулл контакт. Фулл контакт это когда недопустимые удары ниже пояса, то есть по ногам не бьют. Это преимущество боксерская работа с высокими ударами ног, соответственно. И к1 это руки, ноги, колени. Это разная абсолютно школа. То же самое касается смешанного единоборства. Это система. И о кикбоксе мы поговорим подробнее после рекламы. Сейчас уходим буквально ненадолго на рекламу, после которой мы уже непосредственно Александра попытаем, что же такое современный кикбоксинг, человек, который впахивает каждый день на тренировках. Реклама. Итак, мы снова в эфире. Программа тема дня. Мы продолжаем рассказ о том уникальном событии, которое впервые за долгое время ожидает тверичан. Всех любителей единоборств, причем неважно, это классический бокс, это карате, который тоже можно назвать классическим боевым искусством. Или это любители относительно нового для нашей страны боевого искусства, которое называется смешанное боевое искусство, MMA. То, что с английского аббревиатура это Mixed Martial Arts, то есть переводится так смешанное боевое искусство. Это очень популярно, и любители этого тоже все увидят на, хочется сказать, вроде бы на льду юбилейный, но это будет не лед в этот день. Это будет на ринге Дворца спорта юбилейный 6 декабря, где состоится крупнейший международный турнир, в ходе которого будут разыграны не просто почетные грамоты, которые можно повесить на стену, будет разыгран титул чемпиона мира. То есть все будет, как, знаете, мы привыкли видеть где-нибудь там в Лас-Вегасе, в Москве, а вот теперь будет и у нас, и в том числе, кстати, наш телеканал об этом расскажет. Будут эти знаменитые, которые стали популярны, эти face-to-face, когда бойцы смотрят на друга, пожирают друг другу взглядом, а может будет даже какая-то еще и рака небольшая, которая тоже важна в этом шоу-бизнесе. И все это вы тоже видите, мы обо всем будем этим рассказывать целую неделю. Сейчас у нас гости, программы, как раз участники, организаторы этого турнира, и среди них как раз Александр Малафеев, который будет ни много ни мало, а претендентом на титул чемпиона мира по версии WKF. Александр, расскажите вообще о себе. Ты наш Тверской, да? Ну вообще родился я в Бежицке, в городе Бежицк. Тут Тверская область наша. Да, уроженец города Бежицка и в возрасте 14 лет я перебрался уже в город Тверь. И вообще занимался я с бокса, вышел с бокса. Скольки лет? Занимался боксом я с 8 до, соответственно, до 13. В общем, 5 лет отдал боксу у себя в родном городе Бежицке. Занимался у Андрея Искры Александровича. Вот сейчас он тоже тренирует в Бежицке. Ну и, соответственно, когда переехал сюда, решил попробовать себя в чем-то новом. Вот услышал секции кикбоксинга, пришел, начал заниматься. Изначально я пришел не к Олегу Николаевичу, да? Сначала я начал смотреть там секции, там секции. Пришел к Вадиму Борисовичу Филиппову. Он тренировал в 17-й школе. Ну какое-то время я выступал, занимался за него. И на определенном этапе, перед серьезным мероприятием, в общем, Олег Николаевич, на данный момент сейчас являюсь моим старшим тренером, заметил меня. В общем, предложили попробовать посотрудничать в плане, ну, двойным зачетом, можно сказать, позаниматься. В общем, начал пробовать приходить на совместные тренировки. И, соответственно, потихоньку-потихоньку уже полностью перешел к Олегу Николаевичу, так как система подготовки и, соответственно, состав спортсменов, с которыми можно было работать, был именно в составе федерации кикбоксинга Тверской области. И там уже дальше, так сказать, пошла моя карьера в гору именно по кикбоксингу. Начал получать сначала любители, там центральный федеральный округ, региональные мероприятия. И первый мой чемпионат России, да, уже я решил попробовать себя на этом мероприятии. Олег Николаевич, в общем, как раз-таки вот с чего и началось наше плотное сотрудничество. Меня просто решили попробовать свозить на чемпионат России, на первенство России. И где я удачно выступил. Это было в 2013 году в Шахтах. Город Шахт, Ростов-Колос. Да, там провел я два поединка. В первом бою я в третьем раунде закончил досрочно с бойцом из Дагестана. И в финале я боксировал с Романом Пятницей, этот спортсмен из спортивного клуба ЦСКА. В финале я смог вырвать у него победу и забрать, соответственно, первое место первенства России. Хотелось бы отметить такой вариант. Вот Александр упомянул, да, своих тренеров, которые дали ему там начальную базу подготовки, да, вот боксерскую базу. Также вот действий, ну, Вадим Филиппов, да, который отдать должное, да, этому человеку, скажем так, вовремя приняли ему правильное решение по переходу Александра в нашу, ну, в наш коллектив, в нашу сборную команду, там, так далее, да. И не всегда такое бывает. Иногда люди, тренера, тренера, преподаватели ревностно к этому относятся, да, то есть, ну, говоря, но в данном, в данном моменте мы очень слаженно и, ну, я отмечу, хорошо отработали. То есть, человек перешел к нам, начал показывать, ну, увеличил свою базу подготовки, да, то есть, начал показывать результат. Мы до сих пор, грубо говоря, показываем Вадиму Филиппову вторым тренером, да, то есть, ну, вторым зачетом, соответственно, как бы даже сейчас, Александр уже не под его руководством много лет уже, да, то есть, он выполнил под нашим руководством, там, завоевал звание, там, выполнил норматив кандидата мастера спорта, норматив мастера спорта, сейчас выполнил норматив мастера спорта международного класса. То есть, соответственно, как бы всегда, и мне нравилось, что свои, ну, спортсмены, да, помнят свои начальные корни, да, то есть, ну, все, замечу, что Александр много раз, там, где бы мы там не разговаривали, упоминают вот тренера Бежицкого по боксу, да, то есть, ну, Вадима Филиппову нет, там, и так далее, то есть, это очень, ну, это хорошо, это нормально. Фамилия Искра, да? Искра, да, Андрей Александрович. Фамилия Искра, сгорелось пламя. Да, да. Александр Малафеев, Александр, скажи, а вот, все-таки, говоря о корнях и так далее, а вот, когда ты подумал, как бы, как немножко, скажем так, расстаться с этими корнями, попробовать что-то другое, вот, опять-таки, в контексте MMA, а почему не вот это моднейшее MMA, а кикбоксинг, которому уже, как мы уже говорили, 30 лет, все-таки, в нашей стране? А я пробовал себя, в общем, в таком виде спорта, как ушу, сань, да, там есть элементы борьбы, элементы бросков, в общем. Ну, там же, знаешь, есть, на самом деле, споры, что является ли саньда ушу разделом, или это вообще, как я читал, это мы, белые, придумали, взяли каратэ, взяли, соответственно, такое шоу дзяо, типа борьба и так далее, все это микс соединили, да, что-то из тайбокса взяли, и получилось саньда. Да, да, то есть, я много, знаете, читал разных мнений, что это не совсем ушу, что традиционные классические ушу по боронике, особенно, там, в таких ударных техниках, как Чан Цуань, Шаолин Цуань, говорят, это вообще не наше китайское боевое искусство. Ну, я так скажу, в общем, какое бы оно ни было боевым искусством, это, в общем, выходя на ринг, приходилось, точнее, не ринг, на ковер, приходилось так же драться, так же, так же, так же, так же, драться, так же, бороться, конечно. Мне просто не нравилась борьба, ну, не пошло, не мое, выходили на помост, если быть самым верным, да, потому что классический ушу саньда, это, по-моему, полутораметровый, двухметровый помост, на котором они берутся, у нас, к сожалению, нет для этого условий, для всединирования. У нас, сколько в обуви, все время, у нас коверы, у нас коверы, все, я не видел никаких помостов. Ну, это помост, классика, это помост, то есть, ну, чемпионат России, там, мира, Европы проводятся на помосте, я так уж, как бы, со стороны смотрю. Слово боряка, это из ушу, между прочим, помост. А интересно, а что агрессивнее, так вот, K-1, MMA или ушу саньда, ну, вот, вообще, я считаю, кажется, бойцов зависит. Мне кажется, мне кажется, все должно быть, нормально. Да, мне кажется, ожесточенно все, просто, и все зависит от динамика боя. О, а бойца, как идет бой? Конечно, если есть смешанное единоборство, кто-то там борется больше, кто-то там дерется больше, то K-1, тут просто конкретная рубка, все там, 3-4-5 раундов, не дают возможность бороться. Кажется, K-1, то есть люди, когда креплинги взялись, там, они ковыряются, не все видят, а когда бойцы стоят, и до конца, там, 2-3 раунда. Ну, если бой идет активно, вы знаете, бои тоже бывают раз, бои так себя пассивно ведутся, наши бойцы активны, и друг друга зашьются, и все. Давайте так, что мы сейчас говорим либо о уровне профессионалов, да, или уровне любителей, да. Я перебью такой момент, я скажу так, есть позиция оценки, кто агрессивнее, кто злее, это физиология. Есть динамика, то есть давайте оценивать ситуацию по динамике ведения боя. Скажем так, кикбокс самый динамичный вид спорта из тех видов спорта, где бьют руками, ногами. Где ударный текст. Да, затем мы берем стадию, это ушу саньда, предположим, да, где есть подхваты и подсечки, но нет возни в виде борьбы, да, я неправильно говорю, нету борьбы, скажем так. И смешанное единоборство, где есть борьба. Тайский бокс, это некий... Зумно, да, когда начинают в клич ходить, молодцы друг друга. Да, это симбио, это, скажем так, ну, даже не знаю, это традиционный вид спорта с своей спецификой, да. Традиционный вид церемониала перед началом поединка. Конечно, конечно. Тайский бокс вообще очень древний вид спорта, его очень, прям, конечно, это очень древнее. И с тайским боксом там есть ситуация, просто почему немножко я в этом моменте могу сказать, мы начинали свою деятельность с организации, у нас была создана федерация тайского... Федерация, это 2006 год, у нас было создано на базе нашего зала в пролетарке, как же у нас назвалось, ну, в общем, федерация, не федерация тайского боксинга, Тверской центр тайского бокса и кикбоксинга. Изначально у нас был проект, связанный с тайским боксом. То есть, и мы, после приглашения меня в федерацию кикбоксинга России, мы оставили этот проект, потому что я никогда не занимался этим видом спорта, да, и пропагандировать вид спорта, если ты в нем ничего не делал, ну, блин, я не смог, честно говоря, я не смог. И я скажу так, что тайский бокс, это... То есть, К1, К1, это динамичный вид спорта. Тайский бокс за счет клинча динамику теряет. И в Азии, в Азии, да, К1 вообще это японский продукт в свое время. То есть, К1 турнир, это версия, да, грубо говоря, была создана японцами. Она была адаптирована под каратэ, под тайский бокс, под кикбоксинг. Велись удары коленями, чтобы не обделять тайцев, да, грубо говоря. Вели, грубо говоря, низкие удары по ногам, чтобы не обделять каратистов. Прежде всего, нетрадиционно, ну, каратэ там аямовского направления, килкуши, на шахаре, там, где разрешен лоу-кик, да. И, соответственно, они сделали среднее, среднее, общее правило для всех этих видов спорта. Так появился К1, именно версия К1. И, соответственно, в этом процессе, в этом процессе шли к чему? Для того, ну, шли к динамике. Поэтому убрали клинч. Не забывали. Конечно, конечно. Потому что это для зрителей, все-таки, не для себя любимых. Убрали захваты, убрали клинч. Соответственно, получили что? Получили динамику. Динамика важна для зрителей. Потому что, ну, зрителям иногда сложно объяснить, да, что делают спортсмены в партере. Потому что нужно быть специалистом. Конечно, войсцы, дураки, да, и что там, ничего не происходит. Может быть, некорректно говорить, что они войсцы, как дураки. С точки зрения обывателя, который не разбирается. И это более, ну, нужно быть специалистом, чтобы понимать, что происходит в партере. То есть, в кикбоксе все гораздо проще. Оценка зрителей, она точно так же, как и в боксе, ну, я так скажу, она более, ну, видно, да, что делает спортсмен. Обратите внимание, Роман, не только о спортивной составляющей рассказывают мои коллеги и партнеры, но еще о истории. Вы знаете, мне кажется, это вообще из тех, когда начинаешь заниматься тем или иным делом. Это неважно, футбол или единоборство. То есть, тебе интересно, ты как-то историей тоже интересуешься, что, чего и как. Я думаю, для зрителей сейчас в этом моменте раскрылось много элементов. Откуда вообще взялся Кейван? Я, например, занимаюсь второй год, я не знал, что они из Японии. Он одно время назывался японский кикбоксинг. Две ветви кикбокса, так, чтобы было понимание, существовало. Это ветвь американская, ветвь японская. То есть, японская ветвь, это... Американцы как-то? Американцы, вообще, кикбоксинг, это чисто американское изобретение, по сути дела. Ну, название кикбоксинга. Нет, да, да. Правилами просто различие было. Сняли они кимоно, стали боксировать в голом торсом. В бортижных штаны. Ограничение по этому. Японская ветвь, это то, что было связано с Азией. Это тайский бокс, это... Ну, они добавили именно европейский бокс к себе. И, соответственно, сделали усредненные правила, которые подходят каратистам, которые подходят ушусэндаистам, тхэквандистам и, соответственно, тайским боксерам. Александр, ну, к тебе вопрос как раз из каратэ, соответственно. Ты в свой арсенал ввел какие-то удары руками. Каратэ, ведь принято считать, что, что касается ударов руками, тут боксеру сложно найти равных, потому что он только на этом и заточен. Бить руками. Что-то добавилось в каратэ, например? Или твоя боксерская текла, ты считаешь, тебе это достаточно? Нет, конечно, обязательно нужно разбавлять ногами. То, что на одних руках, да, просто не вывести. Я понимаю, какие-то удары из каратэ руками добавил в свой арсенал, хотя, казалось бы, ты боксер и все, что надо руками делать, ты прекрасно умеешь. Это удар бэкфист, удар рукой с разворота, то есть наотмашь. То есть наносится тыльной стороной ладони. Этот удар, он очень коварный, очень хитрый и очень зачастую именно от этого удара падают. То есть он внезапный, неожиданный. Ну и тоже согласись, обычно как, опять-таки, учили нас вообще, что все, казалось бы, что с разворота, оно эффектно, но не так эффективно, потому что слишком большую траекторию описываешь, казалось бы, что ногой, что рукой. Вообще не даром говорят, что ногами в голову, особенно разворотом, бьют либо дураки, либо профессионалы, да идти редко в бою. Ну, вообще, этот удар... Чего коварство, этот удар? Вот ты стоишь, ты еще разворачиваешься, я же вижу, и ты большую траекторию описываешь. Конечно, коварство этого удара в том, что в нескольких моментах его можно подготовить несколькими сериями. То есть прикормить своего партнера, там, ножкой, раз бэк-кик ударил, два бэк-кик, прикормил. Он привык, что ты бьешь до ногой, привыкаешь, что ты про руку забываешь, и уже ручку свою опускает вниз. И уже просто на автомате ты выстреливаешь бэкфист, и если он уже, соответственно, не успел среагировать, рука его пошла вниз, он ожидает ногу, прилетает по голове. Это первый момент. А второй момент, когда идет уже фон усталости, идет грязь, именно крайние раунды, там, 4-й, 5-й раунд, идет просто заруба. Оба устали, оба стараются, ну, держаться собранно. Ну, и как бы ты ни старался держаться собранно, ты устал, руки все равно отводишь от головы, руки падают. И как раз-таки вот в эти моменты какая-нибудь такая корявка вроде бэкфиста, она очень хорошо заходит, и человек просто падает. Он даже не всплывается. Конечно, конечно. Мы все привыкли, что нокаут это в подбородочек, в первую очередь, если... Сто процентов. Вот как раз подбородочек, либо попадание в височную часть. Да, конечно. Ну, мне лично, как су-организатору, хочется верить, что Александровский, скажем, тот, с кем он будет драться, не будет видеть, и значит, это секрет, а не будет слышать эти секреты. Я хотел добавить по поводу вот этих всех моментов, да, что-то Александр сказал, да, по поводу этих ударов, которые взяты из других видов единоборства, да, то есть там тот же сам бэкфист, который пошел там из каратэ, да, Уракин, помню, там называется. Ну, Уракин, он с ближней части, там есть разные его названия, там в японской стилизации. Просто все удары, которые в каратэ идут как в классике, да, или в другом традиционном виде спорта, да, там, там, тхэквандо, еще что-то, да, это все дистанционные удары. Кикбокс, раздел К1 приспособлен под среднюю и ближнюю дистанцию, и удары бэкфист, это все-таки видоизмененные удары, приспособленные под малую короткую дистанцию. Точно так же, как удар ногой с разворота бэккик на английском интерпретации Уширо Маваша по каратэ классическому, да, это удар с очень близкой дистанции, в отличие от традиционного каратэ, где этот удар, там, ну, наносится, там, со средней, со средней, да, иногда из дальней дистанции, да, то есть, позволяющей, там, грубо говоря, то есть, это приспособление, это то, что я хочу говорить, что кикбокс – это система, это не симбиоз теперь уже. Точнее, это как раз, это как раз, я поправлю себя, это как раз симбиоз, но это не отдельно взятые вещи из трех-четырех видов спорта. Это симбиоз, свое направление, своя система подготовки спортсмена, свои видоизмененные удары, да, грубо говоря, которые дают возможность боксировать на тех или иных дистанциях, используемые в ринге там и так далее. Поэтому это сейчас очень важный, кстати, аспект, и в смешанном единоборстве, и в кикбоксе, это уже, правда, у нас это прошло, там, 3-4-5 лет назад, когда я, в принципе, говорил всем, кикбокс – это система. Забудьте старое время, когда боксер вышел, побоксировал с каратистом, каратист вышел, побоксировал с боксером, да, там, и определили, там, победителя. Это не актуально сейчас. Или не определили. Как я читал, был такой классический, еще в 70-х годах, поединок каратиста с боксером, кто сильнее, условно, или кит. В итоге дело получилось с тем, что каратист большую часть провел внизу, чуть ли не в партере, на попе, отбиваясь ногами, а боксер пытался достать ругами. В итоге ничего не получилось. Это вот такие, из первых таких примеров. Бывает по-разному. И в своей практике скажу так, я выходец вообще из Ашихара карате, то есть первый мой тренер – это Арсен Бултаев. Много лет я занимался этим видом спорта, да, то есть мы как каратисты участвовали в первых поединках в цирке, которые проводили у нас там с 91 по 99 год, там, грубо говоря. Один раз я участвовал в данном мероприятии в 99 году, или в 2000-м, я именно уступил боксеру. Уступил боксеру, потому что мы дрались по правилам фулл-контакта, то есть удара. А почему, на ваш взгляд? Ведь когда был арсенал каратиста богаче, это и руки нога. Как сказал, сейчас выставлена техника боксера. Дело в том, что я в предварительных поединках прошел, я выиграл два поединка или три я именно с боксерами, с ушу с индоистом, как раз я боксировал, и выпал финал у меня на цирк, был такой парень у нас, Дмитрий Довнич, мастер спорта по боксу на то время уже, то есть у меня был зеленый пояс там по шахаре карате, но фулл-контакт был, дрались по правилам фулл-контакта. Фулл-контакт разрешенного удара ногами выше пояса, то есть это преимущественно боксерская работа с добавлением ударов ног по туловищу и по голове. База Шахара карате, это база Кио Кушина, база Аямовского карате, основные акценты сделаны на ноги, удары ногами в ноги. И когда ты выходишь и боксируешь по правилам кикбоксинга, а ты бить не можешь туда, а руки твои естественно слабее, чем подготовка боксера, конечно ты проигрываешь. И я совершенно не стесняюсь сказать, что я проиграл этому спортсмену. Ну я проиграл, да, проиграл нормально. И мы дружим до сих пор с этим человеком, и он, кстати, является... Настоящий спортсмен, никто не обижает, что ты кому-то проиграл. Нет этой злости, злости у вас на ринге. Да, он является сейчас тренером-преподавателем Шора по боксу и кикбоксингу. Он судит у нас, находится в судебной коллегии Федерации кикбоксинга Тверской области. То есть мы до сих пор общаемся, сотрудничаем и работаем в направлении. Он воспитывает своих, и мы воспитываем своих ребятишек. Поэтому такая вот ситуация. Александр, а если возвращаясь к тебе о технике, пришлось, соответственно, осваивать технику ударов ногами. Обычно считается все-таки, что тот, кто пришел из бокса, они все равно технику ударов ногами не очень любят. Растяжку надо подтягивать. Ты же ее никогда не делал. А в то время как боевые издоборства, которые традиционные, ну, восточные, там на растяжку упор с самого начала. Вот. То есть насколько у тебя вот этот аспект получается? И нравится ли тебе это? Проблема с ногами, конечно, была. Первые два года они вообще не проходили, болели постоянно, каждый день. Не было вообще ни минуты, что они не болели. Мальчик пришел, там уже растяжку тяжело ставить. До дела не в растяжке было. С ноги у меня тянулись, как бы проблемы нет. И мы на боксе тянулись, растяжку делали. Конечно, не такую, как именно на кикбоксинге, но все равно растяжка была. С этим у меня проблемы не было. Проблема была именно с ударами, с освоением техники ударов. То есть именно связывать руки, ноги, колени. То есть это все провести в систему как раз-таки подготовки кикбоксинга. Ну и, соответственно, постоянно болели ноги. То есть если руки уже как бы на боксе набил, то голени поначалу бьешь, то подъемом не так ударишь, то там коленом что-то не так заденешь. В общем, пока наработаешь правильную технику удара, когда, честно скажу, два года вообще каждый день и переставая болели ноги. Когда уже поотбивался, так скажем, немного, уже начала расти техника, соответственно, начали крепнуть кости. И уже, соответственно, я смог привести в систему, так скажем, подготовки бокс и кикбокс. Ну, в общем, удары ногами, так скажем. Хотя хочу отметить такую ситуацию, да. То есть вот у нас мы должны упомянуть про нашего старшего тренера Федерации Андреева Юрия Николаевича. У нас наш соратник, наш, как говорится, единомышленник. Единомышленник, да. То есть человек, который вышел из бокса. То есть мы изначально его привлекали в Федерацию для работы, для боксерской работы, да, тренер-преподаватель по боксу, да, внутрь. Сейчас он уже, естественно, полноценный старший тренер Федерации, который дает руки, ноги, колени, там все это положено. Я хотел просто отметить, какой момент про Александра Малафеева хочу. Вот так его немножко... Обмазать вареньем? Академист. Академист. Вот часть наших спортсменов, которые, кстати, будут участвовать в этом турнире, четверки Затов, Юрий, да, то есть... Васильев Кирилл. Васильев Кирилл, да. Вот Васильев Кирилл, он тоже у него тайская там школа, немножко переделанная под наше направление. Юрий Затов, он чисто наш воспитанник, да. И если брать нашего воспитанника Александра и нашего воспитанника Юрия Затов, да, то есть... То спортсмены, которые не имели школу бокса, они менее академичные. То есть они бьют удары с разных направлений, по другими углами, да, то есть... То Александр, это больше академист. То есть человек, который, если, например, он будет стоять с боксером, да, то есть, грубо говоря, это, ну, как бы, он не увидит против себя не боксера. То есть он, да, это боксер, но уже с ногами, да, там... Ну, соответственно, как бы, люди, которые тренируются чисто в системе кикбоксинга, без навыков определенных вида спорта, базовых условий, это немножко другие бойцы. Удары, ну, боксеры, боксирующие... Ну, кикбоксеры, боксирующие немножко по другими углами, нетипичными для академического бокса, там, ручной работы, да, там и так далее. То есть есть существенные отличия в этом, ну, в процессе, да. В данном случае мы имеем дело с претендентом на звание чемпиона мира, Малафеевым Александром, мастер спорта международного класса, который является, представляет собой академическую школу кикбоксинга, да, то есть именно академическую школу бокса, да, то есть и вот этот симбиоз даст нам возможность, я надеюсь, да, то есть забрать этот титул у этого парня. Андрес Бастрон. Кто, с кем тебе предстоит драться? Немец Андреас Бастрон, в общем, посмотрел я так пару боев, в общем, выстроили план, план на бой, а озвучивать его не буду. Увидеть, кстати, он внимательно нас наблюдает в инстаграме, подписывал, в пресс-конференции прямого эфира, мы видели, что он подсоединился и смотрел хотел бы что-то. То есть это такая ситуация, поэтому планы мы не озвучим, как мы делаем. То, что бой будет тяжелый однозначно, то, что еще добавляет, ну, немножко такой тяжести, это то, что это пятираундовый бой, то есть рейтинговые бои в кикбоксе три по три, здесь пять по три. То есть это тяжелая достаточная дистанция, но мы к ней готовимся, мы ее просчитываем, мы, соответственно, будем ее отрабатывать. Желание, конечно, закончить все это побыстрее, но соперники что претендент, что чемпион, то есть ребята подготовленные, поэтому быстрого кикбокса не будет точно в финальном бою. Хотим пояс у себя ставить, Роман. Нужно. Да. Кто еще приедет, если говорить о спортсменах, бойцах из других регионов и тем более других странах, мы в начале передач заявили, что это международный в четверке будет боксировать представитель Чехии Ива Царх, первый бой будет он начинать боксировать с нашим тверским спортсменом Васильевым Кириллом, Ива будет боксировать с Заатовым Юрием, представителем нашего бойцовского клуба Челленджер, и второй бой это Флориан Бартл, представитель Австрии, он будет начинать четверку с Васильевым Кириллом. В процессе они определяют победителя, который выходит в финал и будет боксировать за пояс четверки. Уникальное событие данное мероприятие, уникальность его в том, что мы совмещаем два формата в одном турнире, то есть и четверку, и титульный бой. Это будет зрелищно. Можно добавить еще, о чем вначале говорили, что это и Кей-1, и ММА, то есть смешники тоже, то есть это интересно. А в каком принципе будет кикбокс, подобный ММА или в перемешку? Блоки будут, блоки будут четыре боя по смешанному единоборству и получается шесть боев по кикбоксу. Всего представлено будет 18 бойцов, так как финальная четверка повторяющиеся, спортсмены. И блоки будут идти, то есть два боя ММА, два боя кикбокс или три боя кикбокс. Преимущественно все равно больше будет, конечно, кикбокс, потому что мы все-таки это организовываем под свой вид спорта, но популяризуем оба вида спорта. И кикбокс, и смешанные единоборства. Как показала практика прошлого года, и мы поняли, что все-таки интересно это мешать, потому что если делать только там ММА, есть часть зрителей, которые приходят только это, посмотреть вот это, да. А здесь, чтобы вот, скажем, прицел зрителя был направлен на эти два достаточно... И ждали. У нас просто в том году в цирке, когда мы 2 ноября в том году в цирке проводили первую серию данного мероприятия, да, было разбито по блокам, блок ММА, блок кикбокс, мы столкнулись с определенной трудностью, когда ММА посмотрели, ушли, пришли посмотреть на кикбоксинг. То есть мы немножко не, ну как бы по отношению картинки, к телекартинке или к спонсорской, партнерской составляющей немножко не отработали массовость. В данном случае турнира, да, то есть мы делаем блоки, где, ну, зрители будут задерживаться до конца, если, конечно, не помешает холод, но будем надеяться, не помешает. Да, холод не обещает никакого. Вообще должно быть жарко. Да, да. Но возьмите с собой носочки, господа, теплые. И для комфорта зрителей, в продолжении слов Олега, в этом году решили сделать антракт, все-таки, чтобы у людей была возможность выйти там, попить кофе. Кстати, а будет все работать, потому что уже привыкли предотвращение на хоккее, там ни одно кафе, как бы, то есть есть где купить, там напитки. Даже дополнительно. Наши партнеры, если можно озвучивать наш известный бренд тверской компании Chicken House, хотят отдельно сделать точку, опять же, все для удобства наших зрителей, чтобы люди могли подойти и там выпить какой-то. То есть голодать никто не будет, не нужно с собой брать бутерброды зрителям, все должно быть для их удобства комфорта. Но если есть кто-то оголодавший, возьмите пару бутербродов. Кстати, вот о зрителях во сколько все начинается? Наш турнир начинается в 7 вечера, ровно так же, как и прямой эфир. 6 декабря до пятницы, неспроста выбрано это время, очень долго нашему руководителю Олегу Николаевичу пришлось подготавливать график, а вы Роман знаете, что достаточно часто эти игры и прочие концерты. Для нас было принципиально важно сделать это в пятницу, для того, чтобы людям было комфортно. А почему не в субботу? Я считаю, что в субботу, и это тоже такая практика наших коллег показывает, у кого-то есть жены, у кого-то есть дачи. И кто-то говорит, ну это вопрос, съездить попариться в баннер или так далее. Соответственно, а здесь все внимание будет приковано в этот день к возможности посетить такое интересное мероприятие. Все-таки это конец недели, мы специально немножко сдвинули время. Время, да, хотели решить. Чтобы с работы люди освободились. Кстати, очень хорошо, что время, я уж про это подумал, это удобно, что не надо будет стримглав с работы бежать в юбилейный. Короткий день у служащих, короткий день у людей, которые занимаются, работают. Соответственно, пришли, спокойно переоделись, приехали в спорткомплекс, купили билеты, начали смотреть. Плюс мы для себя понимаем такой момент, что это люди не расслабленные после рабочей недели. Это как такое предраслабление перед выходным днем. Соответственно, можно прийти, получить заряд энергии, да, и спокойно уже там в субботу отдохнуть или что они заняться своими делами и так далее. Это одна момента, но этот один момент точнее. Если честно вообще сказать и не лукавить, да, то есть, ну, есть определенная все-таки проблема в нашем городе, которая связана с площадками. И в связи с тем, что сейчас хоккей у нас активно набирает обороты, у нас играет, ну, «Динамо», «Молодежка», «ТХЛ», я как спортивный функционер, мы были долго в переписке с высшей хоккейной лигой, с местными функционерами, ну, кто работает с функционерами, да, чтобы мы могли забрать день, который удобен и для нас, и для зрителей, и удобен так же, чтобы мы не нарушали покой хоккейных болельщиков, и будем надеяться, что хоккейные болельщики поддержат нас. Димуля любят, когда это все, грубо говоря, работает, да, то есть, и есть у них там понятие «товгая», там и так далее. Это, возможно, будет… Да, да, это сплошный «товгай» будет. Возможно, это будет прямо интересно. Александр посмотрит, кто из клуб скажет, может, на хоккей чувак-то умеет на контактах. На ногах держится. Да, да, «товгаем» будет. Там не важно, попал, не попал поворотом. Была, кстати, такая практика в нашем городе. Один тренер, там известный, кстати, вот и тренер по… Второй тренер по кикбоксингу Сашке Балафеев, Вадим Филиппич, работал с хоккейной командой именно подготовки «товгаев». И ребята там, боксеры тоже, тренер по боксу, известный парень, тоже занимался отдельно с нашими лучшими легионерами, не буду называть там фамилией. То есть, тверские миссы сейчас играют в национальной хоккейной лиге. То есть, соответственно, как бы есть такая практика. Мы не лезем туда, что мы в принципе… Ну, не то, что мы можем дать основу, как бить, мы можем дать основу, как, грубо говоря, защищаться. Но даже во всем этом есть своя специфика, свои вещи, которые, я думаю, не совсем правильно передавать опыт хоккеистам, даже толгаем, исходя из опыта. Ну, один опыт они уже могут взять. Два раза лоу-кик, о чем Саша сказал, а потом уже… Ну, в хоккей нельзя лоу-кик. Конечно, там коньками опасно. В хоккее все хитро. В хоккее натянул мальчику на голову и отработал. Слушайте, опять-таки говоря, о времени до скольки, чтобы тоже телезрители представляли формат временной, чтобы своим женам сказали «жена, да утра меня не жди». В этом году на собрании наших учредителей было принято решение немножко подсократить саму развлекательную программу, что в прошлом году видели люди в цирке, были различные номера известных московских артистов, которых мы приглашали, там красивые яркие девушки были. В этом году за счет того, что мы сокращаем эти блоки, но девушек оставляем, также для тех, кому отдельно интересно посмотреть… Об этом мы чуть подробнее поговорим. Пока о времени. Время где-то четыре часа. То есть, если в прошлом году у нас, да, пример оставлял пять, мы берем запасом четыре часа на форс-мажор. Но, как говорят мои коллеги, если те, кто будут в категории ММА падать быстрее и падать раньше, значит, наверное… Ну, не только в категории ММА, это может быть и в чек-боксинге. То есть, ну, есть позиция по таймингу, да, так называемой, сипрофессиональным языком говорить. Это момент, который связан еще с таймингом самого боя. Вот в том году у нас почему было больше? Боев было больше, если ты помнишь, Павел. Было 12 боев, а не 10. И было два чемпионских боя по пять раундов по три минуты. Формула была боя. В том году известный чеченский спортсмен Хасан Халиев, представляющий клуб «Ахмат», он боксировал за звание чемпиона России среди профессионалов. Вот он сократил тайминг, там досрочный бой он выиграл, то есть забрал этот титул. Второй бой и второй титул разыгрывался при участии нашего тверского спортсмена Юрия Затом, который будет участвовать в данном мероприятии. Он забрал тогда этот титул, он стал действующим чемпионом России по кикбоксингу среди профессионалов. И, соответственно, музыкальные позиции, которые озвучил Павел, у нас были конкретные номера, все это очень расширило, растянуло. В этом году мы убрали полностью шоу, не шоу-программу, а музыкальные номера, танцевальные, постановочные номера, чтобы это не так было развиваться. Что у месяца все в четыре часа должно, и чтобы тоже зрители представляли, на чем добираться, как им добираться. Как-то уехать надо, тем более на дворе все-таки не лето, и пешком прожилание. Постараемся заканчивать бои пораньше, чтобы... А про бой? Говорят, это не лыжет, да? Им-то говорят, этот гивык с трех ударов упал. Им же нужно, чтобы били все рауты. И если хотят домой, постараемся сделать так, чтобы... Уменьшим тайминг. Да, конечно, уменьшим тайминг. А наш тайминг показывает, что сейчас нас ждет очередной блок рекламы, после которого мы подведем итоги нашей программы, и еще раз вам расскажем, что еще вас интересного ждет на этом замечательном турнире. Реклама, не переключайтесь. Мы снова в эфире, программа «Тема дня». Мы сегодня говорим об уникальном турнире по боевым искусствам, который пройдет 6 декабря во дворце спорта. Павел, будут ли элементы вот этого знаменитого из США пришедшего шоу, которое все мы уже видим по телевизору, будут ли это здесь? И что будет? Конечно. В этом году шоу будет вести уже всем понравившийся комментатор и ринг-анонсер Олег Невежин, который дружит со всеми спортсменами, знает эту тему «Отодо», и в прошлом году очень многие отметили его профессионализм. Однозначно будет большой акцент сделан на само оформление площадки для того, чтобы можно было максимально передать ощущение боя для наших зрителей. Для этого там, на знакомой вам площадке дворца спорта, мы разместим дополнительные экраны, которые позволят создать вот эту атмосферу, как вы говорите, на американский манер. Конечно, это сопровождение качественного звука, это отдельное оформление внутри холла, где можно будет любителям инстаграма поделать фотографии на фоне там наших отдельных пресс-волов. Безусловно, это красивые девушки, которые будут сопровождать эти огненные бои, это ринг-бьер. Как доположено. Да, да, это тоже обязательно будет. И в этом году мы провели достаточно большое количество общений с именитыми звездами, в том числе я лично общался с Емельяненко, отдельно через людей общались с Валуевым, отдельно большую работу провел Олег Николаевич с людьми, которых мы хотели привлечь, которые неравнодушны, чтобы немножко социализировать эту тематику. Потому что в прошлом году мы приглашали большое количество ребятишек из детдомов и отдельной школы-интернатов, к которым была возможность прийти и посетить это мероприятие. А такие именитые люди, они могут привлечь дополнительную часть аудитории. В этом году в качестве именитых гостей мы пригласили будет такой Максим Новоселов, который сейчас хайпует в интернете и многие его сейчас знают. Ну и о чем сказал Олег? Это Хасан Халиев, который сейчас представляет клуб Ахмат. Старший тренер. И, соответственно, он тоже будет, мы надеемся… Он не надеемся, он будет. Он приведет боксировать его спортсмена. Он приедет и как тренер, и как почетный гость. То есть второй раз в наш город. И еще раз повторюсь, что для комфорта наших зрителей, которые непосредственно будут находиться там, на арене, мы сделаем небольшой перерыв. То есть у всех будет возможность пойти там, выпить кофе, еще что-то. То есть это тоже такой элемент, которого в прошлом году не было. Антракт. Антракт, да. Антракт. Антракт. Отдельное спасибо. Лично мне хочется выразить людям, которые неравнодушны и хотят развивать такое направление, как К1, как ММА и кикбоксинг. Это группа компаний «Важная персона авто». Отдельное спасибо Игорю Владимировичу и Клюнюку за то, что он неравнодушен. И с этого года он теперь с нами тоже в составе соучредителей и тоже предлагает очень много интересных идей. И это компания «Алюмика». Отдельное спасибо тоже представителю. Это Ганжа Алексей, который тоже оказался неравнодушен и является на нашем турнире, скажем, главным партнером, так же, как и компания «Важная персона авто». И так же всем спонсорам, потому что у нас есть большой пул спонсоров, людей, которые видят себя рядом со спортом, которые болеют душой за спорт, которые оказали нам непосредственно содействие при организации данного мероприятия. И можно еще добавить несколько секунд, если в прошлом году мы встречали спортсменов на базе каких-то уже традиционных площадок, в том числе размещали, то в этом году, я не побоюсь этого слова, это будет в «Аснобрюке», соответственно, площадка, которая, я думаю, позволит спортсменам, приехавшим, еще более респектабельнее отнестись к нам, как организаторам. Болкоцин отдохнуть, гостиничный компас. И профилактория какого-нибудь, красное залучье. И очень важно то, что они как партнеры выступают у нас, и это важно, потому что в этот раз у нас будут иностранные делегации, и в принципе то хорошее, нормальное, прекрасное расположение данного гостиничного компаса позволит посмотреть иностранцам на наш город, не, скажем так, не из-за какого-то золотолустья, а прямо центр, прямо центр событий, все, и Ледовый дворец, и размещение, и поэтому хотелось бы мне пригласить наших тверичей, людей неравнодушных к спорту, к профессиональному бойцовскому спорту, все бойцовское сообщество нашего города, нашего региона на наше мероприятие, международный турнир по кикбоксингу, смешанному единоборству, K1 максимум, 6 декабря в 19.00, в самую большую площадку нашего города, Ледовый дворец юбилейный, всех будем ждать, будем рады вас всех видеть, хотим, чтобы вы пришли и разделили нашу радость за тот титульный бой, который мы должны и обязаны выиграть, вот я как скажу. 6 декабря, друзья, это будет лучшая тема дня. Ну что ж, дорогие телезрители, это была программа тема дня, мы сегодня говорили об уникальном турнире, который пройдет 6 декабря в Твери, приходите и увидите таких красивых, мощных парней, настоящих бойцов, как Александр Малафеев, прекрасных Ring Girls, и вообще много-много интересного, это будет настоящее шоу, приходите, спасибо большое, до новых встреч. До новых встреч. Спасибо большое. Спасибо, Роман.